Мастер и Маргарита Савдепия, сталинский режим, оттепель, застой. Эти названия отдельных этапов в истории Советской России были весьма популярны в разные годы в кругах русской эмиграции. Как менялось отношение бывших подданных Российской империи к своей покинутой родине? И как нам сегодня относиться к этому? Советская Россия глазами эмигрантов. У нас в гостях историк Виталий Ершов и Юрий Цурганов. Здравствуйте. Виталий Ершов окончил Московский государственный историко-архивный институт, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор трудов. Российское военно-политическое зарубежье в 1919-1945 годах, политический экстремизм российской эмиграции в 1920-30 годах и российская художественная эмиграция во Франции в 1920-30 годах. Юрий Цурганов окончил факультет архивного дела историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент историко-архивного института РГГУ, автор монографии «Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой войне», а также автор 150 работ по истории СССР и русского зарубежья. Россия – великая страна, империя, переживала разные этапы своего развития. Всегда люди уезжали по разным причинам. Была эмиграция еще со времен Иоанна Грозного. Но мы будем говорить сегодня только о советском периоде, начавшейся в 1917 году. И, может быть, поговорим о эмиграции, так называемой третьей волной, 70-х годов, чуть, может быть, позже. И главное нам сегодня попытаться показать изменения, с чем они были вызваны, роль субъективного фактора пропаганды, реально менявшегося отношения. И особенно, конечно, важен этот человеческий фактор, потому что все-таки это замешано на колоссальных человеческих трагедиях, жизнях, смерти, репрессиях, ошибках, за которые потом пришлось платить дважды, а то иногда и трижды. Одна трагедия линца, что стоит, мы об этом обязательно сегодня должны поговорить. Ну, естественно, что отправной датой здесь является 25 октября 1917 года по старому стилю, 7 ноября по новому. Хотя и предшествующие вот эти февралистские месяцы, они тоже дали определенный отток, когда уже многие взволновались, многие чувствовали недоброе. Но массово, конечно, после захвата большевиками власти сначала в Петрограде и потом триумфальное шествие советской власти, как они это любили называть. Обстоятельства разные. Кто-то просто ни в чем не участвует, уходил. По-моему, в числе был такой экзотический способ, как уход по льду Финского залива. Кто-то успевал повоевать в той или иной белой армии и, соответственно, отступить вместе с ней за рубежи. Уходили там с Деникиным, с Врангелем и так далее, и так далее. Международный Красный Крест дал цифру без малого 2 миллиона. Но эту цифру необходимо дополнить. Потому что 2 миллиона – это те люди, которые вот ушли. Но дело в том, что образовалась независимая Польша, независимая Латвия, Эстония и так далее. В Финляндии. Да, да, конечно. А Дальний Восток попадает в эти 2 миллиона? Сейчас о Дальнем Востоке я тоже скажу, по крайней мере, несколько слов. Это очень интересная тема. И вот человек, он никуда физически-то ведь не уезжал. Вот как он жил, например, в Риге, так он и живет. Ну, это я хорошо знаю. Мой прадедушка... На даче в Финляндии. Нет, мой прадедушка имел лесопильню в Финляндии. Потом, через Кругами, он оказался, конечно, в Сан-Франциско. Но я этих родственников не знал. Понятно. То есть вот если добавить к двум физически отбывшим миллионам людей, тех людей, которые не уезжали, но которые по статистическим сведениям оценивали себя как русские люди, то это уже будет не 2, а 10. Русская эмиграция первой волны. Это граждане России, вынужденно покинувшие страну в 20-е годы после Октябрьского переворота. Белая эмиграция, которая с 1919-го приняла массовый характер, сферировалась в ходе нескольких этапов. Первый этап связан с эвакуацией вооруженных сил Юга России. Второй этап связан с эвакуацией русской армии под командованием генерал-лейтенанта барона Петра Врангеля из Крыма. Третий этап связан с поражением войск адмирала Александра Колчака и эвакуацией армии из Приморья. Вот Семенов, наверное, является главной фигурой, которая в этом контексте возникает. У нас почему-то всегда его считали человеком каким-то грубым, недалеким, примитивным, что ли. Но прочитав мемуары, у меня такого мнения не сложилось. Российская иммиграция, она в определенном смысле существует в двух ипостасях понимания. То есть как единый общечеловеческий феномен, который вписал много страниц, и ярких страниц, и драматических страниц в историю мировой цивилизации, в нашу отечественную российскую историю. И она воспринималась мировым сознанием как нечто единое. Русские иммигранты, российские иммигранты. В то же время она существовала и в другой ипостаси, как явление, включающее в себя массу различных политических партий, социальных групп, определенный срез российского общества, который оказался вследствие катастрофических, трагических событий, 17-го, 20-го годов, выброшенным за пределы своей исторической родины. И он, оказавшись за рубежами своей родины, своей страны, в общем-то, унес с собой и свой менталитет, свои взгляды, свое видение мира, свои какие-то личные качества, свои судьбы, и свою политическую ментальность. Она была очень разной эмиграцией. Существовало монархическое крыло, существовало либерально-демократическое крыло, существовали левые, естественно, левые движения партии политические. И каждая из этих групп политических направлений имела свое видение будущего России, имела видение своего места, сложившейся социально-политической, экономической ситуации, и, соответственно, имела какие-то отношения со своими коллегами слева и справа. И вот эта масса противоречий, которая была в России до 1917 года, и, в общем-то, и стала в определенном смысле причиной тех драматических событий, которые произошли в период революции, гражданской войны, она эти противоречия сохраняла. Российская иммиграция сформировала ряд мифов. И один из этих мифов, он в чем-то напоминает такой миф о утерянном рае. То есть имелось в виду, что достаточно вернуться в Россию, достаточно переехать на родину, достаточно пройти по старым, там, любимым московским переулкам, по петербургским набережным и так далее, и все сразу станет очень хорошо, наступит социальная гармония, наступит мир, закончатся все разногласия, и вот, так сказать, восторжествует такая гармония всеобщего благоденствия. Ну, я склонен в этом сомневаться, потому что если в условиях зарубежья, в условиях иммиграции были очень острые противоречия между монархистами, там, республиканцами, военными, допустим, представителями революционных партий, то, естественно, вернувшись на родину, эти противоречия бы сохранились, и они могли бы проявиться с новой силой. То есть троцкистов забыли? Да, троцкист, конечно, конечно, троцкисты революционные, которые, так сказать, если монархисты... Мирокопожатные, как сейчас говорят, да. Конечно. Если монархисты мечтали о восстановлении монархии, то троцкисты и левые, так сказать, движения мечтали о продолжении революции, перманентной революции, то есть противоречия непримиримые. И я вполне допускаю, что вместо вот такой ситуации всеобщего мира и благоденствия мог начаться очень серьезный политический, экономический, социальный кризис, вплоть до приобретения им каких-то вооруженных форм, даже до начала нового этапа гражданской войны. Лучше всего, на мой взгляд, сказал, но это уже в более поздние времена, Наум Коржавин, произнес фразу, это было опубликовано в журнале «Континент». Иммиграция – это не партия. Это огромное количество самых разных объединений. Другое дело, что в условиях зарубежья, конечно, шла определенная даже, я бы считал, консолидация. Вот Михаил Назаров, написавший книгу «Миссия русской эмиграции», он привел такие данные, что по статистическим исследованиям 80% называли себя монархистами. В Николаевской России такого количества монархистов не было сроду. Просто хлебнув, люди, конечно, стали менять свое отношение к прошлому. Огромное количество книгоиздательств, периодических изданий. В 1923 году в Германии вышло больше русских книг, чем немецких. Таковы факты жизни. Трудно в это поверить. Ну что делать? Я не говорю, что ситуация повторилась там на следующий 1924 год. Уже нет. Но тем не менее, вот этот год, он вошел в историю русского зарубежья вот с этим вот знаком. Русская православная церковь – это очень, конечно, деликатная тема. Потому что, ну опять же, часть клира ушла за рубеж. Вот. Та часть, которая не ушла, тоже она не была едина в своем отношении к происходящему в советской России. Был такой достаточно резкий термин «корловчане». Это те люди, которые вот существовали. Вот уходит 2 миллиона, вроде как официально, реально 10. Точно никто не знает, сколько. Потому что, значит, еще тут потеряют. Посмотрите, сколько жертв там. Еще же уходили же не просто так, еще же гибли люди. И вот эта огромная масса осталась деятельных, высокообразованных, в первую очередь, людей. Хотя не только. И они, им что-то надо делать. Не только деньги зарабатывать. Выживание – это отдельная, сложная ситуация. Но нужно было что-то делать. Их начинает вот мучить, их начинает невостребованность. У них чувство обиды. Это огромный прессинг, которого не все выдерживали. Булгаков, которым мы упоминали сегодня, это немножко показал. Вот этот ужас давления невостребованности. Людей, оказавшихся на чужбине. И все равно они формируют, как-то пытаются осмыслить, а что же происходит. Скорее всего, может быть, у меня поправите. Главная эта мысль, а почему это все произошло. Пытаются анализировать. Конечно, для российской иммиграции особенно остро стояла вот эта психологическая проблема, психологическая драма, осмысление. Как это получилось? Почему люди, которые еще год-два года назад жили достаточно размеренной жизнью в своей родной стране, оказались где-то выброшенными волей исторической судьбы в Константинополе, в Харбине, в Австралии, в самых разных странах. И начинается процесс осмысления, что произошло. Почему пытаются выделить какие-то ошибки, которые были совершены, проанализировать факторы, которые привели к такому положению. И в этой ситуации у российской иммиграции наблюдается эффект, есть такое понятие, посттравматический синдром. То есть, послешоковое состояние людей, которые прошли через революцию, гражданскую войну, гибель своих близких. И, естественно, это отразилось очень серьезно на их эмоциональном, психологическом состоянии. Но что интересно, что это то, что российские иммигранты стараются вот это свое внутреннее напряжение, внутренний накал, свою внутреннюю драму выразить в каких-то конкретных действиях. Начинается информационный бум, правильно Юрий сказал, что огромный выход литературы, публицистической, художественной литературы, пишутся мемуары, публикуются дневники, и выходят статьи, газеты, журналы российской иммиграции, занимают первое место в мире в плане качественных характеристик по выпуску печатной информационной продукции. Ни одна иммиграция не дала за такой короткий исторический отрезок времени такого огромного массива книг, журналов, толстых журналов, тонких, периодических, различных, сатирических, серьезных. Но это целая культура сложилась очень быстро на очень короткий исторический отрезок времени. И в рамках этой культуры, естественно, начинается осмысление как своего положения, своего, так сказать, пройденного, драматического в большинстве случаев пути, так и того, что же произошло со страной. А что сейчас в России, какая она, что в ней происходит. Для российской иммиграции очень был высок информационный голос, информационный интерес к родине, к России. Что там? Я должен сказать, что российская иммиграция имела достаточно хороший доступ к информации в плане того, что происходило в Советской России, как в НЭПовский период, так и даже в 30-е годы и в послевоенной. Многие деятели советской культуры ездили за рубеж, встречались там с деятелями российской иммиграции. В Берлине, в Париже, в Лондоне, в книжных магазинах можно было купить советские книги. Существовали издательства, которые... Газеты, кстати, тоже. Да, да. Издательства, которые специализировались даже на закупках советской литературы, советских газет, которые были востребованы среди российской иммиграции. Библиотеки Тургеневская библиотека, библиотека Зимгора просто подписывалась на советские издания периодически, на собрание сочинений советских писателей. Они получали их. И можно было в Париже прийти в библиотеку и читать, допустим, советскую литературу. И так и делали, и поступали. Поэтому образ Советской России для его формирования иммиграция имела достаточный объем информации. Но вопрос еще заключается в том, что при формировании образа советской страны, советской власти, при оценке тех событий, которые происходили на покинутой родине, сказывались политические взгляды, социальные положения тех групп иммиграции, которые воспринимали вот эту информацию и давали ей оценку. Монархисты воспринимали то, что происходило в Советской России в одном, допустим, ключе, республиканцев в другом. Монархисты переживали из-за того, что рухнула монархия, допустим, рухнул привычный уклад жизни. А троцкисты переживали из-за того, что перманентная революция затормозилась. У них было совершенно иное видение, иные перспективные взгляды на страну. Либерально-демократическая буржуазная иммиграция еще, в свою очередь, по-своему оценивала то, что происходило в России, в экономической области, в плане соблюдения прав человека, допустим, репрессий и так далее. То есть российская иммиграция, не будучи однородной, она одновременно формировала несколько образов Советской России применительно к своим политическим взглядам, к своей менталитету, к своей привычной культуре. Поэтому я не стал бы говорить о каком-то едином образе, хотя были некоторые общие моменты, присущие всем. Интересно, что образ Советской России в целом примерно до начала Второй мировой войны зафиксировал Россию, условно говоря, эпохи военного коммунизма. Военный коммунизм – название внутренней политики Советского государства в условиях гражданской войны. Политика военного коммунизма была направлена на преодоление экономического кризиса и опиралась на теоретические представления о возможности непосредственного ведения коммунизма. Была установлена военно-приказная система управления обществом. Проведена национализация всей крупной и средней промышленности и большей части мелких предприятий. Была ликвидирована частная торговля, введены продразвездка, прямой продукт обмен между городом и деревней, государственное распределение продуктов, а также всеобщая трудовая повинность. В 1921 году несостоятельность военного коммунизма была признана руководством страны. Была введена новая экономическая политика – НЭП. Есть один, был, по крайней мере один, такой футурологический прогноз белой эмиграции, который сбылся. Это очень тяжелая тема. Это называлось «Комкорсия Дорчук». Образно говоря, это что в условиях крупного военного конфликта, допустим, новой мировой войны, не может не найтись в Красной армии доселе пока не очень известный военачальник, который не бросит вызов режиму. И «Комкорсия Дорчук» обнаружился в лице Андрея Андреевича Власова. И не только его. То, что в конце концов движение погибло. Но вот как говорит Борис Сергеевич Пушкарев, человек, родившийся в семье врангельского офицера в Праге в 1929 году, и который был в какой-то мере, ему было 15 лет, конечно, спричастен к Власовскому движению. Но, по крайней мере, в историческом контексте зафиксирована попытка. Я абсолютно отдаю себе отчет в том, что для огромного количества наших соседчинков по любую сторону, каких угодно границ, эта тема очень острая. Но я хочу сказать о том, что не все белые мигрантские видения перспектив были совершенно ни на чем не основаны. Что-то они предсказывали. И это что-то происходило. Субтитры подогнал «Симон» Интересный момент. Работала почта. То есть можно было написать письмо из Парижа, и оно приходило в Москву, в Ленинград. С определенными проблемами, вероятно, для тех, кому оно приходило. Ну да, это не доправляло здоровья, конечно. Да, переписка существовала. Я был удивлен, когда узнал, что в архивах осталось много переписок, можно было написать письмо и получить его из Парижа в Москву, из Москвы в Лондон. И письмо доходило. Еще один был аспект иммиграционный. Это вот национальное или землячество, которые были. Но позже это очень достаточно сильно. Украинское, оно в Канаде, насело. Вот были северокавказские землячества, грузинское очень сильное. В Париже они, как правило, существовали. То есть это был еще и дополнительный аспект, который связан был с национальными особенностями. Три волны, да, вот революционная, вторая мировая и третья, вот диссидентская. Ну, например, насколько мне известно, Александр Исаевич Солженицын не имел никаких сложностей в взаимоотношениях со старой эмиграцией. Потому что он обладал безупречной антисоветской репутацией, причем не просто антисоветской, а вот именно русской патриотической, который поддерживал и продолжал ведь среди... Консервативной. Да, ну, можно сказать, консервативной. Ведь на чем стояла? Стояла белая эмиграция в значительной степени. Он был в Париже в 1926 году. Съезд, который издал, естественно, несколько документов итоговых по своей работе. что это было обращение к Западу, в том числе, вообще к зарубежному миру, что советская власть – это не русская власть, не российская. Там плохая, хорошая, злая – не в этом дело. Это просто форма оккупации. То есть это интернациональная политическая мафия, которая захватила власть в стране, использует ее как площадку для того, чтобы расширить, запустить свои щупальца еще и дальше, и дальше. И поэтому любая поддержка русскому, российскому антикоммунизму, она приветствуется. Ну, как правило, наверняка. На этом стояла вот белая эмиграция. Вот так считал Русский общевоинский союз. Это та организация, которую Врангель сделал из русской армии. Русский общевоинский союз, РОВС, наиболее крупная и авторитетная российская военная антикоммунистическая организация, была создана в эмиграции для продолжения белого движения. РОВС был основан 1 сентября 1924 года бывшим главнокомандующим русской армии генерал-лейтенантом бароном Петром Врангелем. Задача РОВСа – сохранение идеологии, традиций и заветов русского воинства и передачи их в будущем национальной российской армии. РОВС претендовал на роль единственного правоприемника российской императорской армии и армии белых фронтов гражданской войны в России. В начале 30-х годов РОВС насчитывал до 40 тысяч членов. После Второй мировой войны характер РОВСа изменился. Из объединения воинских кадров, имеющего задачи активной вооруженной борьбы, он стал в большей степени политической и ветеранской организацией. Более поздние проекты Народно-Трудовой Союз Российских Солидаристов, изначально молодежная организация, ну, потом, естественно, повзрослевшая, НТС, НТС. И вот выгоняет Солженицына после публикации первого тома «Архипелаг ГУЛАГ». Это книга, которая, конечно, взорвала общественное мнение мира, просто-таки. Ну и, соответственно, в нем видели именно продолжатели вот этих идей. И, соответственно, ну, тут конфликтных отношений я не вижу. Наоборот, человек создал две книжных, продолжающихся как раз-таки. Начиналось это в парижском, русском издательстве, не парижском, а русском издательстве, находившемся в Париже. Я вот позволю себе, да, ладно? «Имка Пресс». Всероссийская мемуарная библиотека исследования новейшей русской истории. И эти книги, они продолжают издаваться. Уже Александра Исаевича с нами нет. Уже в Москве они, конечно, теперь выходят. Ну и вот эта богатейшая тоже мемуаристика. Ведь люди присылали ему тексты, они ему верили, доверяли. Поэтому вот на этом очень ярком примере я хочу показать, что отношения волн не всегда были конфликтными. Годилл, что были люди, которые уезжали, и честь им на самом деле и слава, но каким-то совершенно другим обстоятельством. И кто может отказать человеку в праве на счастье, как написано в Конституции одной из стран мира? Да ради бога, но это просто другая какая-то стезя, другой путь. По неполным данным Службы по делам беженцев Лиги наций, в 1926 году официально было зарегистрировано 958 тысяч русских беженцев. Около 200 тысяч человек приняла Франция, около 300 тысяч – Турция. В Китае находилось 76 тысяч эмигрантов. В Югославии, Латвии, Словакии, Болгарии и Греции приблизительно по 30-40 тысяч человек. Выполнявший роль главной перевалочной базы эмигранции Константинополь со временем утратил свое значение. Признанными центрами эмиграции стали на ее следующем этапе Париж, Берлин и Харбин, а также Белгород и София. Русское население Берлина насчитывало в 1921 году около 200 тысяч человек. Очень важный аспект такой заметили, подняли, что в те годы советского периода, когда в Советском Союзе что-то говорили про белых эмигрантов, вообще про эмигрантов, всегда это какой-то краской рисовалось негативной, но там, как правило, превалировал политический аспект. Это враги советской власти, это, значит, такие-сякие, вот. Но никто никогда вот за эти 80 лет не пытался, кроме Служеницына, кстати, поставить вопрос в другом измерении, в национальном. А что произошло с Россией в духовном плане? Ведь я очень часто вот в дискуссиях спрашиваю там аудиторию, а вот, вы знаете, какие первые слова Служеницын произнес во время своей Нобелевской речи? Все очень просто. Он сказал, люди забыли Бога. Это были... Он начал выступление свое с этой фразы. И если вспомнить еще труды Ильина, как теоретика, вот всего, что пытавшегося осмыслить, один из неногих, кому это в той или иной степени удалось, он ведь ушел в 52-м году, он все это видел. Одна из его выдающихся работ это Советский Союз, не Россия. И он даже писал там, что после падения коммунизма партийная номенклатура будет грабить Россию так, как никто. И поэтому после падения коммунизма нужна военная диктатура, он сделал вывод, которая удержит страну от хаоса. Мы сейчас не будем комментировать его слова, но он это написал в 48-м году. И получается, что нам еще предстоит осмыслить вклад русской миграции в этот пражский архив знаменитый. И очень интересные экономические и политические выкладки. Люди как бы работали в стол, и вдруг это выясняется, что это востребовано до сих пор. Та политическая культура, которая была среди русской миграции, она даже сейчас труднодостижима, я имею в виду, политическая культура, которая там была. Вернемся к уже послевоенным годам, вернее, вернемся, а продолжим нашу дискуссию, что после съезда довоенного, точки нады были для всех понятно расставлены, это ни для кого не было секретом, но происходит вторжение. Вернемся 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 Известный факт, что такие столпы, так сказать, эмиграции, как Деникин, Милютина, они, Милюков, они сказали, что нет, мы не можем с Гитлером, это нельзя, это другой срез проблемы. Это как раз вот к вопросу о том, что всегда национальные интересы в дискуссиях были отодвинуты, когда мы обсуждали тему эмиграции здесь, в Советском Союзе, ведь я учился как раз в это время, это все происходило в общем на моих глазах и на семинарах соответствующих университетах. Российская эмиграция проделала колоссальную интеллектуальную работу, фактически интеллектуальная жизнь страны, вот в период и 20-30-х годов и в послевоенное время она проходила по другим направлениям. Это несомненный расцвет советской науки и культуры, много об этом можно говорить и как-то пытаться это отрицать было бы неверным. И параллельно с этим интеллектуальная работа, которую осуществляла эмиграция, это научные исследования, это публицистика, это художественные издания, это искусство, это скульптура, это целый мир. При том, что интеллектуальная работа российской эмиграции основывалась на старом традиционном консервативном фундаменте, который в целом существовал в России до 1917 года. И в период 70-х, 80-х годов существовало определенное параллельное существование, сосуществование этих двух интеллектуальных культур и существовало взаимовлияние их друг на друга. можно в работах эмигрантов увидеть определенное интеллектуальное художественное воздействие советской культуры и науки и наоборот. В 90-е годы фактически происходит объединение двух этих путей, соединение интеллектуального и духовного потенциала российского зарубежья и отечественной культуры. и в общем-то выясняется в итоге, что мы пришли к единому знаменателю, то есть в целом происходит восстановление основ традиционной российской культуры, науки, институциональной основы культуры и науки и так далее. И тот путь, который проделала российская эмиграция в очень трудных, тяжелых условиях, в условиях определенного идеологического прессинга со стороны СССР, он не только не оказался напрасным, наоборот, он даже можно сказать в какой-то степени вдвойне оказался нужным, ценным, актуальным, и поэтому он возвращается на родину с таким интересом в 90-е годы. Я помню, когда только стали появляться издания эмигрантских в книжных магазинах, просто на расхват люди чуть не очередь выстраивались, чтобы первые книги купить, которые стали выходить, допустим, мемуары Деникина, Врангеля и многих деятелей культуры. Поэтому я считаю, что главный вклад российского зарубежья, российской эмиграции заключается в том, что ей удалось сохранить основные базовые, традиционные, в хорошем смысле слова, консервативные ценности российской культуры, которые получили новую жизнь уже в новейшее сегодняшнее время. и это касается русской церкви православной при канонических разногласиях, спорных моментах, которые часто бывают понятны, знающим эти вопросы люди, специалистам. Тем не менее, российская православная церковь, она выступила в качестве, может быть, основного такого институционального, институциональной структуры, которая удерживала культурный, духовный, интеллектуальный мир российского зарубежья. Советская эмиграция третьей волны – это граждане СССР, преимущественно творческая интеллигенция, покинувшая страну в период с 1966 по 1980 годы. Причины – не сбывшейся надежды на хрущевскую оттепель и существующие запреты на публикацию собственных произведений для художников, писателей и лиц других творческих профессий. В 1971 году уехали 15 тысяч человек, в 1972 уже 35 тысяч, в числе эмигрировавших были писатели Василий Аксенов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Владимир Войнович, Владимир Максимов и многие другие. Большинство эмигрантов уехали в США, Францию, Германию и Израиль. Эмиграция в целом она смогла удержать планку. Планку, по которой надо равняться. И когда Советская Россия больше не стала, как сначала говорили, былой России нет, но Святая Русь жива, это, из этого Романова так говорил, вот эту Святую Русь они попытались туда унести и с этим соотносили свои действия. Ну, в лучших, конечно, проявлениях. Тем не менее, всегда это оставалось, какой бы партии он ни принадлежал, для него всегда вот это было святое. и когда вот Свобода мы получили так называемую Свободу и вот можно делать все, пришла культура и то, что от нее осталось русского зарубежья и вдруг выяснилось, что по некоторым позициям то, что происходило на нашей родине в 90-х годах не дотягивало до этой планки. То есть можно было с чем сравнить. Это были точечные, их было очень мало этих примеров, мало людей, но все-таки нельзя сравнивать страну и иммиграцию. Тем не менее они сохранили, они очень гордятся этим. И вот факт объединения церкви, о том, что вы сказали, там ведь разногласия это были, ну, сейчас мы уже спокойно об этом говорить, да, декларация митрополита Сергия, да, отношение к экуминизму, это как раз проще всего, прославление новомучников и исповедников российских, как тогда говорили, от безбожной власти избиенных, такая была икона, за провоз которой можно было пить, тучи, семь лет, это было еще в 80-х годах, ну, то есть, копию, и это царская семья. Вот, постепенно эти пункты один за одним путем тяжелой работы ушли, и оказалось, что, в общем, в духовном плане делить нечего. И вот этот русский мир опять сложился, и теперь мы наблюдаем вот осмысление этого феномена, надо идти дальше. И вот тут возникают в ответ с тех идеях, которые были свободно сформулированы в 30-х, 40-х, 50-х годах. А куда двигаться? В какое общество нужно теперь ввести новую Россию? И вот это наследие русской миграции, конечно, крайне востребовано. И здесь даже сам факт, как они осмыслили то, что здесь, когда начались информационные обмены, там, радио, телевидение, сейчас интернет, это вообще как бы все прозрачно стало. И вдруг выясняется, что наша страна в глазах там иммигрантов 40-х, 50-х годов, ну, там есть допуски, конечно, была пропаганда, и вот известные случаи, когда возвращались, вот семья Зурабычевчевчевадзе, например, вернулась, и все оказались потом в лагерях, или в ссылке, в лучшем случае. То есть огромное количество потом посадок, то есть это продукт пропаганды был, понятно, их не могли пустить, не потому, что власть была плохая, она понятна какая была, просто не могли допустить, что эти люди вольются в советское общество и будут рассказывать, как организовано это, это, это или вот это там, на бытовом уровне. Это социальная пропаганда, никто этого допустить но тем не менее сейчас эти барьеры сняты, и опыт, который накоплен исследователями за последние 20 лет, он уже требует и есть некие обобщения, как бы вы вот занимаясь уже этой темой достаточно длительное время, могли бы предложить, а как будет происходить дальше изучение опыта русского зарубежья, вот 17-й, допустим, там, 80-й, хотя это пласты такие очень сложные, что еще можно ожидать от осмысления пройденного пути русской эмиграции? Я бы начал ответ на ваш вопрос с одной моей любимой цитаты Черчилля. Он сказал, политик это тот человек, который может предсказать, что будет, а потом уметь объяснить, почему этого не случилось. Конечно, будут выходить монографии, безусловно. Русский заграничный исторический архив, известный еще как пражский, который находится в Москве, на Пироговской улице. Конечно, туда 15 лет назад ходили, сейчас ходят умненькие, очень талантливые, аккуратные юноши и девушки и из историко-архивного института, и не только из историко-архивного института. Конечно, будут написаны еще сотни статей и книг, и диссертаций. Это будет сделано. Вот в этом никаких сомнений нет. Насколько общество будет это принимать, а вот тут сложнее. Дело в том, что у нас академическая наука, она в своем пребывает, поле, а жизнь общества в своем. Но вот до сих пор ведутся дискуссии, как же нам наконец написать школьный учебник по истории России 20 века, по истории Европы 20 века. Но вот Павел Николаевич Милюков на протяжении 20 лет издавал свою газету каждодневную. Вот там вся история 20-30 годов написана. Ну вот возьмите и сделайте из нее выжимку. Нет, Павел Николаевич отдельно, а мы сами по себе. Мы его очень уважаем, но тем не менее мы как-то не очень можем внедрить. Турку Антон Васильевич, белый генерал, Дроздовец, вот он издавал, не очень долго выходил военный журналист. Но вот очень сейчас же спорят о начале мировой войны. Как, что, да, кто, кому. Гениальные карты сделаны русскими военными профессионалами. Ну, допустим, захват Норвегии, новые аэропорты. Ну, циркуль поставлен, сделано, значит, уровень долета, возврат до британских островов, докуда там, до Ковентри, не до Ковентри, до Лондона. Ну, бери и печатай, уже все сделано для вас. Никто не хочет этого делать. И школьный учебник, вот какой он, был? Нет, он стал лучше, да, я не буду спорить, естественно, за последние 20 лет учебник Жарова-Мишина, появившийся в 92-м году. Для своего времени это колоссальный прорыв, естественно. Там приведены цитаты из Деникина. Кто это раньше вообще мог себе представить? Там они есть. Правда, без дат, без всего, потому что то, что Антон Иванович говорил и писал в 18-м году, и что он писал в 38-м году, после Второй мировой войны, это несколько отличается одно от другого, динамику показывать. Вот, поэтому прорывы, конечно, есть, но я считаю, что работа в этом плане еще должна вестись и очень интенсивная, и нужно, чтобы были люди, которые волю к этому имеют. Вот, они есть в нашей стране. Я знаю многих таких людей и их должно быть больше. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Еще очень важный тезис, как не написана вся история Великой Отечественной войны, так и не написана история русской эмиграции, потому что эта тема очень болезненная и ответственная. И это такой титанический энциклопедический труд, за который очень трудно взяться, потому что нужно осмыслять самые разные пласты. И вот тоже творчество русских философов того же Ильина, как идеолога, и теоретика, и мыслителя того времени. Или как, например, можно к этой истории в качестве приложения дать современному молодому человеку послушать какой-то фрагмент или кусочек в исполнении «Гори, горе, моя звезда» хора Жарова, казаков донских, ушедших через Лемонас в Болгарии, потом в создавшийся как богослужебный хор при Полевой Церкви, а потом это всемирно известный коллектив. Ну так сейчас практически никто не поет и уже не споет. Но записи эти остались. И вот там вот это ощущение, оно же не как-то его, что ты с ним сделаешь, его передать невозможно. Ему только нужно слышать и понимать, кто это поет, почему, кто эти люди, что они пережили, что они сохранили. Это же вот та культура, которая ушла, но она осталась, она осталась в воспоминаниях, в документах. И во многом, мне кажется, этому в свое время, да и сейчас, так сказать, не слишком это приветствуется, потому что почему-то популяризируется, хотя это надо делать. Потому что за этим стоит главный вопрос, который в известной передаче был задан, а кто мы? И вот тут мощь интеллектуального потенциала русской миграции должна и играет важную роль, а это движение вперед. Вот тот самый консервативный подход, он и заключается, по мнению современных исследователей русского зарубежья, что вот именно консервативный подход к роли, значению и наследию русской миграции даст России понимание, а куда двигаться дальше и как двигаться, и на что обратить внимание. Индустриализация, это все, конечно, хорошо, но если мы упустим ответ на вопрос, кто мы, то все это будет бесполезно. Мы должны сказать, что да, в 1974 году открылись другие возможности, поехали другие люди, волна уже другая, потом уже была так называемая экономическая миграция уже 90-х годов. Но вот эти волны, так сказать, уходят, некоторые приходят, я знаю, несколько семей просто вернулись, живут, работают здесь, из Аргентины, из Австралии, как угодно, из Америки русские, пытаются найти себя на родине. У кого-то получается, у кого-то нет. Но насколько вам кажется, сегодня изучение наследия русской миграции, даже на примере отношения к собственной родине, важно для выбора вот этого пути? И на что нужно здесь, Клауша, мне все-таки обратить внимание? Ну, существует такое выражение, кто забывает ошибки прошлого, обречен на их поражение. Тут трагический, духовный, интеллектуальный, личный опыт российской миграции, который остался в 20 веке, он, его нельзя вычеркнуть из российской истории, он всегда будет в ней находиться. И значение российской миграции, на мой взгляд, в первую очередь заключается в том, чтобы тот путь, который она прошла, был познан современниками и будущими нашими потомками, поколениями российских людей, чтобы были извлечены уроки из тех ошибок, которые были совершены, чтобы опыт российской миграции способствовал развитию интеллектуальной, культурной, духовной жизни общества, достижению, стремлению к достижению и достижению социальной гармонии, чтобы те жертвы, которые вольны или невольны были принесены миграцией, они не пропали в туне, они остались в такой, в общем, таинственной, но живой части российской и мировой истории. Потому что влияние российской миграции... Я, кстати, думаю, что в будущем еще ярко проявится аспект в изучении российской миграции в плане глобализации изучения мировых процессов. Не только как части российской истории, бесспорно, но и как части истории стран-рецепиентов, там, где проживали российские миграции. Франция, Америка, Англия, многих стран, потому что вклад был их очень большой. И роль российских эмиграторов для истории тех стран и в целом для истории человечества она очень, так сказать, большая, очень интересная. И специфика еще изучения этой темы, я вот, Борис Игоревич, абсолютно с вами согласен, сложность передачи материала заключается в том, что тема очень драматичная, очень эмоционально насыщенная. Это не экономическая история, где можно излагать факты, статистические таблицы, приводить данные, и все нормально, все хорошо. Сразу появляется человеческая боль, человеческие трагедии, судьбы, гибель людей. Она очень эмоционально заряжена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот действительно у нас немножко грустный получился разговор с этой темой. Грустный мы вот вначале привели пример, и, может быть, мы этим примером где-то и закончим. Это вот та самая трагедия казаков Линца. Вот этот страшный, кровавый образ русских, ушедших за границу, воевавших на стороне, вынужденных воевавших на стороне Гитлера, правда, но их не использовал на Восточном фронте, они там другие вопросы в первую очередь решали, но он их выдал, они понимали, что они будут уничтожены все. И они, чтобы избежать вот этого позора, они покончили с собой. Англичане, вот это позорная история в случае английской практики, ведения войны, выдать казаков. Это есть картина, она известна, эта картина написана в русском зарубежье, тоже за ее, значит, копией можно было слопотать приличный срок в свое время. Это вот трагедия казаков Линца, когда показано, как они там кончают жизнь с убийством. Несколько человек, ну там мальчики выжили какие-то, они там прятались в лесу, англичане потом вылавливали по окрестностям наших казаков и семьи. Печальнейшая история, но в ней отразилась вот этот ужас эмиграции, где ты без прав, без родины, и ты всегда будешь разменной монетой. Я был на этом кладбище, я стоял на этом мосту через драву. Я трогал эти перила. Так получилось, что как раз именно туда, так совпало с моим визитом в Восточный Тироль, как раз вот пришли люди на это кладбище. И человек, который меня сопровождал и помогал мне в этой поездке, отец Георгий Кабро, он обратил мое внимание на одного мужчину. Говорит, Юра, вам не кажется, что у этого человека очень русское лицо? Ну, я, конечно, не антрополог, но на всякий случай я утвердительно кивнул головой. Он говорит, все упирается в то, что есть тут такое понятие в этих местах – казачий подкидыш. То есть, когда родители понимали, что все, то своих малолетних детей они отдавали в местные семьи. Но когда детишки подрастали, им приемные родители рассказывали о их судьбе, о тайне их происхождения. И вот эти люди там есть. Ну, что я могу к этому добавить? – Недавно я в Коннектикуте стоял на берегу залива. Написано «Russian Beach». Написано, потому что это место, где русские конструкторы, инженеры во главе с Игорем Ивановичем Сикорским создавали славу американского авиастроения, а потом вертолютостроения. Потом мы поехали на кладбище, это скромное такое кладбище, недалеко от… Там тоже в Коннектикуте, где стоит маленькая часовня, русские кресты православные, и написано «Игорь Ай Сикорский» по-английски. Ну, там еще родственники лежат. Я встречался там с его сыновьями, они еще живы. «Здравствуйте, дай бог им здоровья, со Сергеем и Николаем». Николай вот недавно в Россию приезжал, музыкант. Вот через два рукопожатия это Николай II, потому что Николай лично знал Игоря Сикорского. Николай Сикорский, Николай Сергей, вот ваш покорный слава, вот она связь. И когда вот мы сидели, работала камера, да, мы о чем-то там говорили, какие-то интересные вещи они вспоминали. Например, когда летчик Громов, известный наш летчик, приезжал в Соединенные Штаты в 41-м году вместе с Байдуковым и Кокенаки отбирать самолеты. И вдруг Сергей Сикорский говорит, а вы знаете, что мой отец с ним встречался? Я говорю, как? Ну так. Да, у меня есть вот, я знаю, что он с ним встречался. Конечно, я не могу доказать, но такой факт был. Они же были знакомы, как авиаторы, должны были быть знакомы по дореволюционной деятельности. Громов уже начинал еще в 12-м году, он же учился у Жуковского в 14-м году. Он, в общем, такой пожилой наш советский летчик. И вот, конечно, если сосредоточиться, там были какие-то вопросы, но вот этот человек говорит и говорит. Мы записали там одну кассету, вторую кассету. И вот этот поток воспоминаний, его невозможно прервать. Потому что все, что он рассказывает об отце, о его отношении к стране, к русскому менталитету, к цивилизации. Например, только сейчас стало известно, что он писал духовные трактаты. Очень интересные с богословской точки зрения Игорь Иванович Сикорский. Игорь Иванович Сикорский. До сих пор мы не знаем до конца, что эти люди сделали для России и как они себя вели в трудной, очень достойной, многие вели себя в трудной ситуации. Но это, наверное, главный итог того, что мы говорили, что достойное поведение благородных людей, оказавшихся выброшенными вроде бы как в никуда, тем не менее они сохранили себя, свое место в истории, и главное, что они сохранили достоинство нашей Родины. Не важно, она была их когда-то бывшей, а нашей вроде нынешней, такой-сякой, но я, с одной стороны, немножко расстроен, что передача пошла по такому руслу, а теперь, я думаю, она по-другому не могла пойти. Спасибо вам за этот разговор. Я эту передачу сегодня заканчиваю и хочу только сказать нашим телезрителям, что, конечно же, мы встретимся с вами через какое-то время и продолжим экскурсы в русскую историю. Но история русской эмиграции – это кровоточащая такая рана, которая не пройдет еще десятилетия, а может быть и столетия. Пока живы русские люди, которые считают себя русскими, эта трагедия всегда будет вместе с нами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова